Очередные кадровые изменения в правительстве региона. Свой пост оставил министр образования Павел Татаренко. Информация об этом прозвучала на еженедельном брифинге Ивана Сизова. Иван Сизов подчеркнул, это не увольнение, а скорее повышение. Павел Татаренко продолжит работу в одном из учреждений подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации. Он будет заниматься федеральными проектами, которые также реализуются в Новгородской области. Павел Татаренко, я добавлю по Минобру, когда он стал министром, губернатор поставил ему определенные задачи. То есть эти задачи он выполнил. Кто возглавит Министерство образования Новгородской области, пока неизвестно. Сейчас в правительстве области три вакантных места, конкурс на их замещение еще не объявлен. В этот раз традиционный еженедельный брифинг представителей правительства региона прошел в новом формате. Участие в разговоре принял заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев. Он ответил на вопросы о Валдайском полигоне бытовых отходов, заболочивании леса и роли в этом процессе канадского бобра. Отдельно остановился на борщевике. Избавиться от опасного растения одномоментно не получится. В первую очередь по финансовым причинам. Мы посчитали, для того, чтобы обработать все площади земельные, которые в той или иной степени либо безхозяйные, либо муниципальные, либо государственные, нужно каждый год в бюджете закладывать 74 миллиона рублей. Если мы их в этом году заложим, следующим не заложим, то считайте, что мы предыдущие 74 миллиона просто в окно выкинули. Уничтожать борщевик нужно непрерывно в течение 4-5 лет. Пока к подобным финансовым затратам область не готова. Впрочем, власти ожидают прогресса в решении проблемы. С 2018 года борщевик признан опасным сорняком. И теперь за оставление его на участке даже частному собственнику может грозить серьезный штраф.